всем привет здравствуйте здравствуйте сегодня наша дружная компания отправляется в грязевые источники как они называются лена 100 яиц ребята мы расскажем как мы сюда попали игорь рассказывает какие-то байки а мы едем на такси какой-то комплекс с минеральной водой с грязями называется ребята стоит вообще здесь есть три таких комплекса с грязями 3 но мы выбрали вот один который находится за городом 100 яиц более едем на электричками это электрическая машина а можно музыку но музыку но вьетнамский производитель вьетнамский производитель вот такая машина обалдеть электрическая шофера могу и шофер электричество да мы по этой дороге ехали из аэропорта меня знаешь почему я запомнила потому что мопеды здесь не едут они едут вот там за перегородкой и вы тоже ехали по этой дороге иногда бывает дешевле поехать вчетвером на такси чем на общественном транспорте потому что 18 автобус идет туда и еще нам километр идти билет будет стоить допустим на 1 в районе может 30 40 тысяч мы вчетвером на такси едем за 100 так что нормально и целый километр идти не надо мы надеемся что он нас довезет довезет большие машины кто большой тот первый вот этому грузовику надо уступить дорогу сегодня как раз читала про новый год во вьетнаме представляете с 8 по 10 вообще ничего работать не будет мы с леной говорим а как же туристы которые живут в отелях кафешки не будут работать где они будут кушать но они очень серьезно отмечают закроется все автобусы ходить не будут магазины даже продуктовые с 8 по 10 работать не будут игорь горит что-то не верится у нас на пород все работает да а у них вот вообще ничего вообще так что ребята запасаемся бульбой хотя бы бульбой если бульба будет то проживем самая главная картошка и батон батона и манго купить манго а мне драгоны вот сигналит значит он предупреждает что он едет ну примерно как в азии как в азии а штука шесть ребята говорят будут покупать батонов по штук шесть чтобы норм а если не купим батонов то не отметим новый года а где будем отмечать давайте у нас у нас на тридцать четвертом этаже ура будем новый год отмечать на тридцать четвертом этаже завтра переселяемся уже красивые виды да вам видно горы или за моей шапки не видно здесь недалеко километров девять от центра по идее уже скоро и приедем а что еще надо для празднования нового года что готовить что приготовить кроме батонов вот торт торт а я что картошки нажарить с лука салат салат а какого числа этот новый год но 3 лет с 9 на 10 вот это у нас так понятно что с 31 на 1 а здесь надо в интернете восьмое девятое и десятое это посмотрите но у них тогда не ночью да у нас блюдо видно с окна да представляете где мы хотели да да куда поднимались сто сорок четыре ступеньки у нас видно его вот во вчерашнем видео я вам рассказывала что у них везде эти цветы желтые и вот на той стороне они стоят маленькие большие это все к празднованию нового года но в квартиру конечно такой не затащишь большой к дому рядом наверно вот они ставят вон они целая улица и конечно же традиционно красные фонарики в принципе эта дорога на аэропорту который находится 30 километров от города чё-то нас привез уже на другую дорогу встал высадил нас таксист я не буду спрашивать что лена о нем думает потому что она уже все сказала что она о нем думает не привез конкретно к месту но его тяжело найти мы читали на сайтах что если едешь на автобусе да все равно километр будешь идти но виктору нравится как будто я в крыму понимаешь да горы это крым чистый и от центральной дороги где останавливается 18 автобус и где нас высадил таксист идти примерно километр не туристическое место вообще не туристическое обоже петуха понес в магазин понес петуха сейчас его там замочат и продадут и мы идем на эти яйца стоят указатели взвесивает живой вес значит его уже кто-то купил ребята воды не хотите мы купили литр или два не ты не будешь пить хотеть здесь хорошая дорожка женщина продает какой-то типа молока в бутылочках вот это вьетнам настоящий что что в городе где туристическая зона там все для туристов а здесь живут местные вот 600 метров и будут наши яйца это место не разрекламированное поэтому здесь людей бывает мало а в тех двух источниках которые находятся в нячанге побольше туристов очень интересное название почему назвали сто яиц попугайчики висят прямо на улице нет это не попугайчики это какие-то птички мы таких птичек видели в индии они прилетали их было много 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 название спа комплекса выбрана не случайно согласно легенде вьетнам появился благодаря стараниям одного из сыновей дракона и волшебной птицы изначально детей у них было сто они вылупились из яиц от них берут свое начало народности вьетнама нам еще идти 500 метров такое ощущение что идешь куда-то не туда но на самом деле спа комплекс он интересен тем что там ванны все форме яйца мы посмотрели посовещались и решили что мы хотим именно сюда в яйца посетить грязи вьетнамские в яйцах видите как красиво горы а тихо как здесь уже практически нет мопедов дороги основной у комплекса очень большая территория и вон они яйца уже на столбах значит мы пришли правильно странно что такое место так далеко рекламы очень мало сюда попадает очень мало туристов ой вот эти горы конечно которые нависают так красиво и там на этих горах за деревьями есть какие-то домики кто-то живет игорь говорит пришел домой с магазина о блин масло забыл и обратно вниз вот сюда мы хотели 100 яиц посмотреть до пешком идем километр где-то но здесь представляете какой мусор вот это меня поражает вообще во вьетнаме везде везде очень очень чисто да и это возле спа центр ничего себе такая грязюка внутри конечно же будет чисто даже странно вот здесь должен был нас выпустить а выпустил больше чем уверен он знал куда нам надо просто туристы дойдут дадут работу другому таксисту на другом такси дальше поедут но меня знаешь вот напрягает чуть-чуть вот этот забор который закрыть забор для одного человека но пишет что здесь людей вообще всегда очень мало а если нет то просто приехали вот дошли поцеловали забор и пошли обратно представляешь даже вот охранник сидит 9 вроде бы охранник сидит тоже в будке форме яйца надо посмотреть сколько время может мы еще рано приехали поливает но если поливает значит нас примут здрасте здрасте можно можно не хочу это закрыта лена я снимаю реакцию фильтруй реакцию фильтруй но мне нравится твоя всегда реакция он сказал что не работает не знаю почему лена что-то думаешь насчет этого всего сегодня просто не наш ребята сегодня просто не наш день в общем что мы решили ребята скорее всего здесь и так было мало людей писали все отзывы что очень очень мало людей вон там на горе эти ванны вот выше крыши видите яйца торчат и скорее всего просто он обанкротился им уже не выгодно содержать персонал вот одного мужчину содержит который поливает и все и поэтому мы приехали посмотрели 100 что яиц не работает но у нас же цель есть посетить сегодня грязевые ванны и мы поедем поедем тот что в городе ничего не поделать да а вон еще дальше продолжается территория территория у них очень большая 20 гектаров это много я тоже вижу он яйца но ничего не поделать вот так и умирают хорошие места у кого-то много рекламы у кого-то мало находятся в отдалении люди не ездят и все а во какие красивые цветы и горчим пахнут как красиво ну и все мы поднялись на самый верх это еще их территория около яиц все ребята если приедете в нячанг сюда не едьте не работает улыбается увидел горы все не может хочет туда вот так выглядит территория много-много яиц люди которые были и писали отзывы горит классно приезжать когда паска такое ощущение что специально для паски раскрасили яйца но здесь очень очень много было на территории этих яиц но к сожалению все все пришло в запустение и такой злой но мужчина ходит поливает может когда-нибудь вернется к жизни этот грязевой источник который находится где-то в деревне чистая такая вьетнамская деревня привет привет игорь подошел грида и руки помыть помыл уроки маленький какой домик у него совсем-то видите как люди живут в горах классно тихо-тихо но там дальше чуть ниже женщина продавала кофе вьетнамская сейчас пойдем попьем кофейку настоящего не в туристической зоне хотя для кого она его здесь продает наверное для нас сушат белье прям на улице на таких вешалках собак кстати здесь почти у всех много вот кафешка тоже было видно когда 100 яиц работала видны кафешка это работала сейчас видите стоит закрылась и всего никому не надо это место территория чья-то земля есть варианты поехать в какую-нибудь грязелечебницу которая еще есть может там не обанкротилась или уже не ехать сегодня будем пить кофе попробуем вьетнамский кофе американо как тяжело объяснить мы берем 3 кофе с молоком а игорь хочет крепкий кофе они английского вообще не знают сейчас она покажет игорю не могу умереть и не встать 3 кофе с молоком 1 крепкая кофе все равно показывает на кофе с молоком в общем будем пить кофе мы точно с молоком а то что будет пить игр я не знаю игоря игорь устроился на работу на полставки у вьетнамской девочки она нас всех сфотографировала я не знаю для чего может отчет хозяину а и мне кажется она нас ставила в facebook куда-то вон блэк написано блэк ему надо блэк хорошо холодный кофе хорошо она моментально быстро сделала до кофе чуть-чуть сгущенки и лед положил короче тебе по блату тут что-то намутило вьетнамка ну-ка по мне она пускай бы просто сделала когда она его отжала и налила кипяток мне этот запах просто завораживаю если бы она мне отдала я был бы намного больше мы тебя мы тебя не оставим даже не думай мы тебя заберем обратно горький крепкий это не кофе это наверно печеньки арбузная лена ты же знаешь что я всегда снимаю во льду дырочка до просаживаешь трубочку они в основном здесь пьют холодный кофе потому что жарко это не традиционная как у нас надо было сказать что хочу горячее пейте ребята что налили то и пейте ребята представляете какой сервис она включила миллион алых роз специально для нас а это оказывается не печеньки а семечки тыквенной но они какие-то соленые лена дала денег кто влюблен кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратил цветы как классно сидим во вьетнаме поем песни аллы пугачевой ребята супер только очень жарко обалдеть обалдеть игорь игорь вот это тебя торкнуло кофе идем обратно дошли до этих цветов они такие высокие вот почти как лена такого роста но каждый цветочек привязан к такой палочки и очень очень влажные они сильно поливают наверное любят много воды а эти уже поменьше а бывают вообще маленькие вот цена бензина 95 стоит двадцать три восемьсот шестьдесят это один доллар один доллар один литр а д о д о это наверное соляра скоро я поехала нашли пятнадцатый айфон про макс ребята я не поняла почему так дешево акция был 35 сейчас 32 миллиона донгов это тысяча три тысяча триста я больше платила долларов потому что в катаре все дороже в катаре все дороже вот так а виктор ищет samsung 24 уже вышел вышел 24 но пока мы не нашли а девочек добиться ничего невозможно ничего не понимает и вообще не понимает откуда здесь появились белые мы спрашиваем где остановка восемнадцатого автобуса а лена хочет алису вот придумала хочет купить себе домой алису просто чтобы с ней поговорить игорь не выдержал игорь ушел вы видели что игорь самсунг виктор хочет добиться 24 самсунг одному алису другому самсунг они английского вообще не знают вообще даже элементарных слов элементарных мы без знания английского но все равно понятно что новый самсунг не они не знают и у меня утка по-другому а голодные поэтому вкусно пахнет и морковка будет свою помощь это бесплатно идем мимо базара продают мясо утки а этот традиционная вьетнамская шапочка и еще носки специально для большого пальца для вьетнама специально они все в таких ходят идем вдоль железной дороги выход на балкон обалдеть представляете там сидит код очень противопоказано может поезда не ходят короче нас занесло очень далеко но мы все таки решили сегодня найти термальные источники от центра идем три километра дороги нет идем по обочине надо было ехать на такси но зато мы можем посмотреть окрестности вот пожалуйста дворик моя жабка упала и прямо под мотоцикл ветром вздуло он испугался да а это дорога такая вдоль железной дороги улица улица шляпа упала посмотреть очиститься или нет чистится ветром вздуло в другую сторону и она слетела вот так люди живут кстати смотри там храм вон не на вершине вот католически да так интересно что они эти термальные источники но понятно что они расположены там где бьют может какие-то минеральные воды или еще что-то но так далеко в 100 яиц мы не попали сейчас идем в другой но в венгрии было да конечно очень хорошо а здесь идем идем и не факт что там будет опять открыто люди видишь здесь живут может они домой идут к себе как они попадают к себе домой мусор выкидывают скорее всего и туалет вот сюда же выходит лишь какой некрасивый этот дом вон что творится разные точно что разные а вот мужчина идет домой к себе через пути тапка вот так по кранчайшему маршруту все же есть подходит вот такси обратно поедем на такси ребята идем в грязевые ванны мы заказали для себя для четверых можно для одного а мы взяли для четверых ванну пошла грязь очень горячую не делайте нет горячо если будет очень тяжело лучше всего делать такую среднюю но она какая-то такая как глина ребята не пугай народ лена а горячая не горячая ладно я иду к вам я иду к вам много этих ванн можно показать для одного для двух для 3 3 4 для 6 человек у нас для четверых и в принципе от этого зависит цена так как мы все взяли для четверых то у нас получается по 300 тысяч бат на одного человека мы отдали миллион двести еще есть какие-то травяные бани но мы их не заказывали мы взяли самое главное вот это вот грязевую ванну и входит везде бассейн раздусь шарко Иди, 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 иди Ой, она выйдет, да? Вот Олю сейчас Классно вообще И там внутри, зайди сам Пошли вот так и так сюда и там Там такая пещера Сначала горизонтальные струи А потом еще сверху вода В общем, классно, ребята Это пока мы еще только посетили Грязевые ванны Находиться можно только 20 минут Я уже не знаю, что я говорила, что нет Мы взяли ванну на четверых Можно брать на двоих, на шестерых От этого зависит цена Ага, здесь холодная вода Давай, давай Давай, давай О, идут? Как классно Ага И вот слышно, что вода минеральная такая Да, она соленая Соленая Супер Ну как? Да, вообще классно Добре Полежали в грязи Теперь пойдем дальше В бассейн И здесь везде, абсолютно везде Минеральная вода Даже в душ идешь После грязи Вот сюда мы заходили Это душ Минеральная вода Солененькая Есть кран С питьевой водой И все В эту зону мы уже больше не вернемся Потому что мы как бы Израсходовали свою минеральную Грязевую ванну Все, идем Теперь Бассейны Разные пакеты есть Даже с едой Ну, фрукты Фрукты Не еда, а фрукты Я иду, иду Идите, идите Здесь немного скользко Камни Мы босиком ходим И знаете, что еще интересно? Если вы приехали, допустим, без плавок То и женщинам, и мужчинам дают Купательные костюмы Попить можно Мне надо прохладнее Какой-нибудь бассейн Так просто посиди на улице А можно позагорать Сидеть ей дома Смотри, вон песок даже есть Ну хорошо, и вода даже есть питьевая Вот бассейн По краю везде бурбалки Типа джакузи Мороженое можно купить Детский бассейн Лежаков очень много Но лежаки деревянные Они не мягкие Долго не пролежишь Водопад Вон там Водопад Медпункт есть Яйца Но это можно заказать, наверное Заплатить И тебе приготовят какую-то еду Да, 15 15 тысяч, да Вот, горячая вода Горячая вода И здесь Можно сварить яйцо Прикольно Два яйца Два яйца Можно сварить В горячей минеральной воде И, наверное, их достанешь Они будут соленые Да? Вряд ли И там еще что-то Представляете, какая территория Прыгать нельзя И свою еду нельзя сюда приносить Да, надо фото Бегут, бегут Надо фото Ну что, фотосессия прошла удачно Все перепутали полотенце Но это не самое главное Красивое место Обалденное Сюда общественный транспорт Не входит А, это детская зона Классно Это аквапарк, что ли? А вон даже есть вип-зона, кстати Лена хочет здесь спускаться? Ты что, серьезно? Вот по этому желобу? Я нет, я не хочу Так, следующая локация для фотосессии Ого Тут добре Блэк Ух, как классно! Там в начале вообще так, вот две лакои. Ну что, надо нырнуть куда-то в бассейн! Походили, посмотрели, ребята под водопадами постояли. Мы с Леной не заходили. Картинка, конечно, бесподобная. Мы хотели примерно в такое, только называется 100 яиц. Не попали, но зато попали сюда. Здесь классно, очень классно. Даже можно не брать грязевые ванны, допустим. Тогда будет дешевле, а это все как бы включено. 120 тысяч донгов, а мы заплатили по 300, но побывали в грязи. А грязь, она такая жидкая. А там, наверное, детская? А, или если закрыта, там еще был как бы типа с аквапарком, но мы не брали с аквапарком. Какой здесь будет аквапарк? Маленький, для детей. Вот примерно. Да, он такой и есть. Аквапарк небольшой. Это аквапарк, да? Это аквапарк, что ли? Зачем эти ватрушки? Ватерпарк, это что? Водный парк. Аквапарк. Вот там? Это детский бассейн. Здесь родители с детьми. А здесь песок. Как будто пляж сделан. Вода горячая или холодная? Холодная? Горячая. Я не хочу, я хочу отдохнуть от горячей воды. Жарко. Виктора там фотографирует. Я вас всех фотографирую. Твои даже пятки видны. Лена, покажи свои пяточки. Вот мы на бурбалках по-богатому. По-богатому, говорит, по-бурбалках. Там сильно бьет, что ли? Мы с тобой не пускаем. Заняли утроем. Вип-зона. Вип-зона. По-богатому. По-богатому. Я сейчас к вам приду. Идет? Здесь очень сильно бьет. Как тебе? Надо интервью. Как тебе во Вьетнаме? Во Вьетнаме хорошо. В бассейне еще лучше. Я нормально выгляжу? Не знаю. Тебе напишут. Напишут? Да. Как тебе во Вьетнаме? Люди, напишите, как мне в бассейне. Во Вьетнаме хорошо. Вода очень горячая и очень минеральная. Она соленая. Покажи территорию вокруг. Показываю территорию. Там мы лежим. Можно было взять билеты с едой. Водить были бы фрукты, покушать. Мы взяли только с ванной. А здесь вот бьют источники теплой минеральной водой. Вот, блогер закупается. Ну что, идем дальше? Нет. Нет? Мне здесь нравится. Полежал, покупался, покупался, полежал. Куда тебе торопиться? Никуда. Это у них, представляешь, люди сказали, ты на сколько там, на 7 дней. Ну, стыдоба. Да, на 7 дней. Ну, что тут на 7 дней делать во Вьетнаме? Только 2 дня лететь, 2 дня обратно и 3 дня во Вьетнаме. Прилетайте на 7 месяцев. На 7 месяцев таких месяцев. Ну, или на 3 хотя бы. Вот как отдыхается. Так здесь хорошо. Даже не поверишь, что здесь во Вьетнаме так хорошо. Это один бассейн. Там какой-то с каскадами. Это детский. Наверху вон там пробивают вот это, водопады. Бьет по спине. Но там холодноватая вода. Здесь очень теплая. Ну, мы не остались на новом. Потому что мы не пьем мясо. Да, да. Да, но вам не... Но зато понимаешь, что комфортно. Ты приехал и не думаешь, где попить воды? Не, ну просто что... Где попить помидоры? Понятно. В этом плане мы когда-то, мы так, вот так. Да, да. А вот, к примеру, и даже жалко, что... Ну, я так думаю, что нету вот этих туров, которые, ну, для вас. Ну, мне-то кажется, можно и есть. Но мне кажется, что нету. Что, к примеру, там... Ну, вот такие, либо завтраки какие-то вегетарианские, ну, либо все включено, но оно там, к примеру, что-то минимальное. Вот нету, жалко. Мы ездили в Египет и в Турцию, а все включено, вот, как и вы. И вы, я так сам себе у тебя сижу и думаю, вы там просто сидели на все голодные. Нет, не голодные. Нет, Игорь, мы не голодные. Там все включено, но мы не едим все. Ну, понятно. Мы только правые. И вот из того, что ты там можешь есть, ты просто была, ну, как бы... С другой стороны, ты заплатила такие деньги, ты могла бы довольно-таки себя лучше и комфортно себя чувствовать, если ты за эти деньги вот просто сама, либо в той Вьетнаме, либо, к примеру... В Вьетнам. Да, либо Индия, ну, вот куда-то в эти страны ты будешь чувствовать себя намного... Намного лучше, я с тобой согласна. Да, лучше и комфортнее, да. В общем... Ты бы эти деньги смогла просто распределить так, как ты их хотела. А не так, вот, к примеру, вот ты прилетела, и все. Вот, к примеру, мы прилетаем, я прилетаю там за 1200 и отдал там за 10 дней. И вот эта вся харчевня, она вся моя. И я пошел там хоть по окорочкам, хоть по колбасам, хоть по рыбе, хоть по... В Египте, ты представляешь, я уже начал бегать, я понимаю, что уже все понесло меня. Я начал бегать, и бегать даже не помогло. В общем, мы с Игорем рассуждаем. Ребята, знаете, про что? А, ты писал? Хочу сказать в двух словах. Игорь говорит, что нам с Виктором не выгодно ездить на все включено. Ну, допустим, как раньше мы ездили в Турцию или в Египет, потому что мы же не все едим. Говорит, для вас лучше поехать вот самим, как мы сейчас, допустим, приехали во Вьетнам, и где-то самим столоваться, снять квартиру и покупать какие-то овощи, траву, как я всегда говорю. Нам не выгодно, на самом деле. Мы алкоголь не пьем, мясо не едим, рыбу не едим. Для нас это не выгодно, но зато для нас это удобно. Ты приехал, и у тебя голова не думает, где тебе купить воду, где тебе купить помидор. В столовке там все будет. А можно я скажу? Игорь говорит правильные слова. Так вкусно пахнет, аж голова кружится. Жрать хочешь, да? Не знаю, тут что-то готовят. Так вкусно пахнет. Можно посмотреть пиццу вегетарианскую. И опять же, кафешки, рестораны во Вьетнаме. С такой проблемой мы столкнулись в Таиланде, что для вегетарианцев очень мало чего есть. И то же самое во Вьетнаме. Но на крайняк уже креветки. А чисто вегетарианского очень-очень-очень мало. Очень много лежаков, но мне кажется, что вот там наверху делают массажи. Или там какая-то вип-зона. Может, там можно снять и сидеть сверху. Наверху там столы. Не знаю, что там наверху, но какая-то как будто митинг-рум. А, может, они там едят. Да, наверное, там наверху можно тоже перекусить. Туалеты. И вот здесь ресторан. Отсюда несет запах еды. Виктор говорит, что-то жрать хочется. Да, конечно, всегда, когда приезжаешь в аквапарк или какой-то бассейн, всегда хочется перекусить. Но сюда, мне кажется, людей привозят прям вот как экскурсия какая-то. Они платят какие-то деньги, и у них какой-то пакет, тур. Вот у них вино налито или какой-то напиток. А мы сюда приехали как бы сами. Можно посмотреть, какой ценник. Сейчас возьму меню. Возьму меню. Посмотрим, какие цены. О, можно выпить алкоголя. Есть мороженое. Соки делают. А, написано, написано, свежевыжатые соки, пиво. Кока-кола 20 тысяч. Арбузовый сок 40 тысяч. Молочный коктейль 45. Так, а еда, еда, еда есть? Тарелка фруктов 70, 50, 90. В напитке кофе 30, 40. Чай 40, 35. Коктейли 70, 80. Так, это еще все коктейли, коктейли. А еда, еда есть? Еда, еда, еда. Алкогольные коктейли. Бутылка вина 380 тысяч, 700. Это что, только алкоголь? А еды нету? Это алкоголь. А еда? Вот еда. Вот еда. Так, салаты 130 тысяч, 155, 280, вьетнамский суп. Есть какой-то 85, 65, суп лапша куриная 65, сливочный суп из авокадо 110, салаты 120, 170, так, 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 тигровые креветки 240, маленький кальмар 160. 360, свинина 190, 360, рыба 145 какая-то, 200, в общем, жареный рис 85, большое меню, огромнейший выбор, курица 155, жареные овощи 100 и дополнительные блюда. В общем, можно и поесть здесь. Ой, вышли. Фу, отдали все силы. Почему, когда приходишь в такие заведения, типа спа-центры, бассейны, всегда почему-то отдаешь много сил? Лена, как ты? Все, все, батарейка закончилась. Ай, там? А мы их здесь ждем. Ну и, конечно же, сувениры, сумочки. Мы сюда шли пешком 3 километра от автобуса, находится далековато. Сейчас поедем, скорее всего, на такси, покушаем в торговом центре и потом уже поедем домой. Ой, я говорю, Витя, почему, когда приходишь в такие заведения, то всегда отдаешь много сил? На тебе мой купальник. Вроде отдыхал, вроде плюхался в горячем бассейне, а сил нет. Виктор даже говорить не может. Лена хоть сказала, все. А Виктор даже молчит. Да, ребята, уже все, выходим. Уже обратно дороги нет. Игорь, как чувствуешь себя? Отдохнувший? Да, просто хочется взлететь. Правда, что ли? А мне упасть в кровать. Вот так, видите, какие чувства? Один взлететь, а другой упасть в кровать. А Виктор вообще идет, говорить не может. А вот, смотрите, цены. Нажмите стоп, кадр, и посмотрите все, что они предлагают. Даже есть бунгало. Можно снять на одного бунгало, на 4 часа, на весь день. И уединиться. Такси. Едем на такси. Почему-то у него стекло, как будто в пленке, туман какой-то. Вот эту всю дорогу мы прошли сюда пешком. У тебя есть 200. Я посмотрю потом, Ленка, приедем. Договорились за 90. На четверых. Вот здесь проходит эта железная дорога. Люди живут. Только что ехал поезд. Бедный, как у них все трясется. Представляете там? А машинка такая интересная. И нова. Ребята сказали, что у нас таких нет. Это Тойота. Тойота и нова. У нас таких не... Не выпускают, да? Не завозят на нашли. Не хлам, не к нам. Не автомат, кстати. Да, на механике. Механика. Прикольно. Виктор говорит, покажи себя. Я сегодня весь день в этой шляпе. Она куда хочет. Туда и поворачивается. Она сегодня даже улетела. Ее мопед переехал, но она не сломалась, ребята. Нет. А вы там как, нормально едете? Где Лена? Хорошо. Где моя Лена? Все четко. Лена пропала. Лена довольная. Лена довольная, что идти не надо. А мы все как после бани. Там очень горячая вода. Сколько градусов? У меня такое ощущение, что я с бани. Ну, мы спорили. Сибарилки. Градусов 38, наверное, там вода. Там минералка. Минералка. У нас тело аж скрипит. Минералка.